здравствуйте друзья к сожалению мы с вами можем официально констатировать что украина очень серьезно заболела заболела она известной болезнью которая называется мракобесия мракобесие заполоняет украину и заразились мы этим именно от россии как всегда идем по порядку вы наверное уже многие слышали потому что был поставлен рекорд моем чат-боте в telegram максимальное количество людей прислали мне следующее видео посмотрите для края не для людей диктатура це точно в минус завжди але для перемоги війни можливо це той инструмент який може допомогти перемогти ворога але ми маємо зрозуміти що ми боремося з не меншою статалізованою країну точно і диктаторським режимом на рівні найвищому щонайменше на сьогоднішній день це відчувають відчувають напевно наші окуповані території на яких були псевдовибори де людей примушували і вони боялися не поставити галочку при голосуванні тому що питання життя і смерті або ти поставиш галочку або ти будеш вбитий скажем так да прямо напевно воно і є елементом диктатури тому числі яку ми бачимо на сьогоднішній день на наших територіях на жаль зі сторони а з нашого боку як це буде змінюватися як це буде проявлятися як як буде змінюватися керування країною ну що це означає на практиці я думаю що навіть найбільша фантазія ще не бачить як може бути диктатура в сучасному світі які які межачі існують і депутат слух народа демченко открыто без стеснення заявляють що диктатура это полезно для государства очередной дебил в лавах слух народа очередной дебил у власти и дебил здесь не являється оскорблением это просто определение этого человека вот такие люди пришли к руководству власти привел их зеленский вот такие люди не стесняясь в 2024 году выходят и говорят что диктатура это хорошо эти люди я перевожу вам эти люди хотят победить путина диктатурой я постоянно вам твердил полностью противоположные всегда говорил делает путин какой-то фертель мы должны делать еще до войны это нужно было делать до 180 градусов совсем по-другому у путина закрываются границы мы открываем границей у путина что-то насильственно у нас добровольно и так во всем можно победить россию только будучи маленькой но демократией а если становиться маленьким совком который мы уже по сути стали и даже пострашнее и думать что мы можем победить большой совок это глупость совсем рассчитана уже на отбитых но не думайте что это все происходит случайно и кстати прошу вас обратить внимание я не знаю это смета какое-то новое новины лайф но не суть важно название посмотрите на этих псевдо журналисти шек как они себя ведут они на полном серьезе спрашивают ну а как а как это будет а что это будет это какие-то попки это говорящие головы которых посадили у которых быть своего мнения не может они просто проталкивают нужную повестку дня это официально с помощью вот таких вот передач общество готовится к диктатуре которая уже есть по факту но теперь это будет утверждено официально и легализировано самое здесь ключевое про этого демченко и про других там деятелей почему они на таком легке и даже с воодушевлением слегка улыбаясь говорят такие вещи потому что на самом деле я всегда вам это говорил а вы не слушали они живут другой системе координат они не знают тех боли в жизни тех проблем которую знаем все мы их не коснулась война никаким боком у них нет никаких проблем ни с какими органами ни с какими структурами у них сейчас звездный час полная вседозволенность что подтверждают рекордные покупки новых автомобилей это покупают они а для вас диктатура продвигаясь дальше по этой теме и не думайте что это не связано сеть облетела видео где как я понимаю учительница младших классов я его уже выкладывал других соцсетях занимается в буквальном смысле милитари накачкой маленьких детей послушайте но мы не забота навіть якщо залишатся три украинцы они будут битися до остального навіть на окупованных территориях є добровольці або як ми их называємо партии глави тому поки є почерпин України добровільно ніхто Україну не здає зачем культивировать смерть маленькому ребенку зачем в эти дела страшные когда еще война заметьте не окончена посвящать детей для того чтобы у этих детей самого детства тревожность была чтобы эти детей потом родители вели к психологам и для чего вот это вот создание безмозгло это делает это самая настоящая пропаганда в стиле раши вы видели сейчас наверное там деток ставят на колени в красных значит этих галстуках октябрята пионеры буквы z мы смеемся с этого мы это обсуждаем мы понимаем что это мракобесие что это кошмар и полностью копируем эти методы вы думаете это инициатива лично этой учительницы я вам сейчас докажу что это часть программы образования потерпите пару минут дослушайте видео до конца и подпишитесь на канал поставьте лайк колокольчик потому что все остальные делают вид что этого не происходит или боятся поднимать эти темы а это важно рядом с этими разговорами всегда ходят разговоры по мобилизацию женщин теперь уже детей накачивают давайте просто спокойно разберемся где это происходит точно достоверно известно элементы этого присутствуют в китае китае это какая страна кита это страна тоталитарная диктаторская коммуняки где по большому счету жизнь человека ничего не стоит где все решает центральный комитет коммунистической партии там создан гражданин для государства они государства для гражданина дальше идем северная корея там тоже парады там тоже показывают по телевизору надо правильно реагировать хим чен-ин что-то сказал там положительные в их контексте как они это считают надо посмеяться выдавить себя что-то плохое надо плакать буквально рыдать показательно и детей вот так вот с детства прокачивают накачивают результат налицо дальше где такое происходит в палестине где вот так двух лет сажают детей включают телевизор и говорят евреи плохие евреев нужно убивать результат нужно вам рассказывать про россию я уже сказал что мы видим это все какие-то дикарские страны тоталитарные диктаторские где никогда не будет счастья может быть там есть деньги за ископаемых или за каких-то других нюансов в случае с китая вы знаете промышленность там производство торговля но полная зависимость в этом смысле от сша европы потому что как только не будет заказов китай рухнет это другая тема я рассказываю про идеологию это милитарий идеология это идеология смерти вы скажете так что ты критикуешь так что ты предлагаешь а как же нам война так не выигрывается войне так не побеждаются знаете что у нас должно быть свободная экономика высокий ввп хотя бы триллион долларов производство оружия частный сектор не укор оборонпром и ручные там президентские всякие предприятия где его окружение делает шахер махер а настоящий вы пока как американский частный сектор и свой и иностранное предприятие и тогда все будет хорошо тогда детей не надо будет накачивать профессиональная армия конкретно в количестве обученная профессионально оснащена по последнему слову техники с высочайшая зарплатой они под руки в бусик именно профессиональная армия если бы это все было то во первых не было бы войны а если вдруг сумасшедший путин и в таком раскладе бы попер то тогда не надо было никакая накачка профессиональная армия справилась бы и если бы призыв делался тоже рыночными методами они такими как сейчас нам предлагается это все ведет к разрушению нации программному обеспечению совершенно другому здесь уже не будет идти речь чтобы стать частью западного цивилизации частью западного общества и думать строить государство созидательно ведь в израиле тяжелейшая ситуация я очень часто какие-то беру оттуда параллели там служат женщины да ну там очень маленькое население очень маленькое население там 9 миллионов евреев в окружении миллиарда арабов это там милитари при том что все вроде ходят на улице с автоматами но там не навязывается вот это вот философия милитари а здесь идет самая настоящая накачка детей и чтобы доказать вам что именно эта накачка посмотрите что мне прислал один из подписчиков в чат-бот значит вот задание для ребенка на ваших экранах установив ответственность между словами это его значениями то есть нужно подобрать классификацию под утверждение добро доброзычливость зло и вот идет три утверждения первое житя людины зарады инших щиро бажание допомогти любовь до батьки в ближних батьківщины здатность до самопожертвы второе властивость сильной та благородной людины третье прагнение людины отримати від життя все незважаючи ни на кого зосередженість на власных проблемах интересах амбициях почему мою программу реформ закладывался индивидуализм и не надо лезть и разрушать личность и коллективизм прививать этот советский союз посмотрите до какого ужаса мы дожили что существует в школьной программе из детей делают стада детей накачивают не тем чем нужно опять возвращается совковый мы империю зла стоим вот этот вот коллективизм возвращается посмотрите на вот это манипулятивное утверждение життя людины заради инших щиро бажание допомогти любовь до батьків ближних батьківщины здатность до самопожертвы любить родину это всегда равно самопожертвование життя людины заради инших это что за сумасшествие такое они пытаются антинаучные теории толкать научно ну вот так сложилось что человек ради себя все делает они ради инших в норме они накачивают знаете к чему иди ради батьківщины и умирай так если батьківщина была такая как который я упоминал израиль где построено государство для людей где все понимают зачем почему исторически что и как происходит и по-настоящему все в одной лодке тот кто писал эту программу на фронте не окажется те кто продвигает эту тему депутаты и все остальные на фронте не окажутся министр образование что он творит к нему это вопрос это подсудное дело то что я вам сейчас прочитал а как бы третий тезис вот этот прагнание людины отримати від життя все незважаючи ни на кого зацередженість на власних проблемах интересах амбициях то есть как бы ты уже как личность не должен жить для себя и развитие твое они специально видите как упаковали какая формулировка что как бы что-то делать для себя это уже означает автоматически плохо друзья это кошмар я прошу вас это не недооценивать и мне жаль родителей что ваших детей в украине сейчас заставляют учиться по такой программе и такую гадость мозги засоряют то есть пока условный коля тищенко будет заниматься деньгами во время войны крышевать разные непонятные структуры с тетушками во время войны кайфовать и жить можно сказать свой лучший звездный час свое время и другие депутаты условный гончаренко поменяют 55 партию будет говорить срочно все на фронт на котором он сам никогда не окажется в отличие от израильских реалий где погибают дети министров и это большая разница и это тоже учеными доказано что если ты не в одной лодке а только там кого-то гонишь на войну это в итоге не сработает именно поэтому сейчас такое с мобилизацией происходит именно поэтому власть вынуждена прибегать к страшнейшим самым жутким методом что мы строим чем отличие я опять возвращаюсь к своему тезису который я говорил на стриме ну нельзя быть гиви и моторолы просто под украинским флагом ну нельзя просто флагом отличаться и мовою например нужно отличаться идеологически и целью то есть нельзя же граждан мотивировать что смотрите если вы не хотите чтобы вас буряты гнали на фронт воевать и ну когда вы оказались не дай бог в оккупации то давайте мы вас погоним на фронт воевать чтобы прокачивать ваших детей милитари что происходит тогда тогда никакой разницы нет получается это страшно я вам всегда говорил у нас один путь присоединиться к западной цивилизации они к самку под названием россия и тоталитарному ужасу и северная корея и вообще в ту сторону не уйти это хуже чем азиатчина друзья это страшно все что происходит я вас прошу обратить на это внимание вдуматься во все то что я сказал и показал отправить своим друзьям мы на грани катастрофы много чего происходит в информационном пространстве то что мы будем обсуждать на стриме вы видите сейчас видео делаю нечасто но ни в коем случае я об одном прошу не недооценивайте потому что можно до такой степени чтоб страна заболела что выздороветь уже будет невозможно и вот это все это просто те же яйца только в профиль я имею ввиду что то же самый русский мир просто под соусом нашего патриотизма вам это нужно мне это не нужно я уже тысяча первый раз скажу наша цель и как должно быть мы должны стать частью западной цивилизации и жить в тех ценностях они вот такую дрянь которую будут под пропагандой подавать под соусом патриотизма что мол вот это вот правильно тогда почему мы просим деньги и оружие у тех стран сша великобритания вот сейчас франция включается германия которые живут совершенно по другим принципам по тем по которым я вам рассказываю индивидуализм никакого коллективизма капитализм развитие человека право на самореализацию главное полная свобода слова мысли экономики почему как нам так обязательно как-то вот по-другому но только для нас для госаппарата для депутатов для власти для министров конечно же жизнь немножко другая они живут в принципе как западники а нам проталкивают другое и заставляет идти умирать за вот это вот другое подумайте это ес это нато я вам сейчас прочитал это дискриминация и накачка это ни киес не к нато не к западу в целом не имеет никакого отношения это прямая россия китай северная корея большие вопросы к зеленскому его дети тоже учатся по такой программе мне интересно кошмар друзья кошмар подписывайтесь на канал я жду ваши комментарии это очень важно пока